Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт магии и наслаждения. Сегодня мы рассмотрим такой короткий расклад на любовь к мужчине. Любит ли он вас? Нас интересует единственный вопрос. А если любит, то как любит? Потому что только эти карты могут рассказать именно глубину любви. Потому что мужчины любят по-разному, так же как и женщины. И вот эти вот карты, как засекреченная книга магии, нам расскажут те самые тайны, которые нас мучают по ночам. И у нас выпадает карта в ответ. Четверка мечей. Вы знаете, посмотрите, как он вас любит, чтобы вы понимали. Он, конечно, хочет доминировать над вами. Видите, он стоит над вами сверху. Он хочет, чтобы вы все-таки его слушали, прислушивались, чтобы вы особо, может быть, не открывали рот, не хамили ему. Потому что эта карта вообще четверка мечей. Она такая, знаете, карта... Ну, в общем, он хочет какого-то вашего поклонения, чтобы вы научились его уважать как мужчину, ценить, чтобы он, допустим, мог быть хозяином каким-то в отношениях. Да, вот сейчас я вот еще дополнительные карты выложу, чтобы мы поняли, чего. Он, знаете, он вот по 17-му аркану вообще себе вас придумал. Да, вот как бы вы такая недосягаемая для него королева, такая сказочная. И так как он вас придумал, то, естественно, при всем том, что он здесь вот на вас смотрит снизу вверх, да, ему хочется в любом случае вами обладать. Вот. И мы посмотрим вот эти его мечты, с чем они связаны. Опять же, вот выпадает, да, восьмерка мечей. Он хочет вас во всем ограничивать. Он хочет, чтобы от вас отходили какие-то мужчины, чтобы вы принадлежали только ему. Он хочет, опять же, доминировать над вами хотя бы в сексе, да, там, если уж не получается где-то, то хотя бы в сексе, чтобы вы все-таки знали свое место в этих отношениях. А, и у нас тут можно еще посмотреть еще одну карту. Он готов за вами ухаживать достаточно долго, хотя вот вы сейчас прямо в его сторону совсем-совсем не смотрите, да. Может быть, поэтому он хочет по четверке мечей, чтобы вы его услышали, услышали и поняли, да, чтобы вы в конце концов научились слушать мужчину там, да. Вот, и вот это вот ухаживание с его стороны, ну, ему пока страшно. Страшно, потому что он вас побаивается, он побаивается, что есть еще мужчина, он побаивается, что у вас могут быть другие отношения, вы его можете обмануть, что от него что-то можете скрывать. Почему он так, например, думает? Ну, у него вот, знаете, вот он чем об этом больше думает, тем больше он хочет прям вас завоевать. Вот прям, да, я буду тебя бить плетками, ты полюбишь меня как миленькая. Потому что вот у мужчины, когда появляется мы-не-мы, хотя бы соперник, у него просыпается вот это вот мужское эго, которое хочется ударить там женщину по голове и затащить ее в свою пещеру. Вот у него прям вот эти инстинкты, все просыпаются, он хочет вас к себе подчинить. И он хочет вами обладать, причем с огромным количеством эмоций, у него огромные чувства к вам. То есть его переполняет, да, вот эти какие-то страхи, вот эта какая-то ревность, вот эти какие-то сомнения. Потому что он о вас мечтал, вас придумал, он хочет вами обладать, и чтобы никого рядом не было. Если вы не будете слушаться, то он вас вот реально как бы там закроет и будет бить плетками. Ну то есть мужчину сейчас вот раздирают такие чувства противоречивые, но отступать он совершенно не собирается, да. То есть вы так его держите конкретно в тонусе, даже если вы ничего не делаете, а вы реально от него отвернулись. А он хочет, чтобы вы его услышали и поняли, и еще, скажем так, приняли таким, какой он есть. То есть, а вы не стали принимать его, да, а вы, по его мнению, наслаждаетесь какими-то утехами, да. Может даже каким-то групповым сексом, как ему кажется. Но это его быстрее всего больная фантазия, потому что он просто знает какой-то ваш там может быть сексуальный потенциал. Вот, и он думает, что если он применит какую-то физическую силу там свою, мужскую, да, то тогда он может вам подарить максимум наслаждения и желания, и вы от него никуда не уйдете. То есть вот наши мужчины всегда о чем думают, чтобы вы понимали женщин, да, вот, что может быть стоит их все-таки провоцировать на ревность аккуратно, без всяких там каких-то этих, а то могут еще и ударить. Вот, а так, чтобы он мучился с сомнением, потому что сомнения развивают мужскую бурную фантазию. Поэтому кому интересен такой расклад, обращайтесь, я вам сделаю приватный.